Всем привет! Меня зовут Дмитрий, мне 41 год, я балвайшник. Вот, если бы у нас на ней существовали клубы анонимных балвайшников, примерно так бы я сейчас вам представился. Но, ребята, это невозможно априори в 30. Нас очень мало, мы все навесы золота. Мы, как и вишенка на торте любого мероприятия или концерта, широко известные музыканты в узких кругах, мы, как говорится, нас трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Так что, какая что-то анонимность, ребята. Поэтому представлюсь по-другому. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Калинин. Мне всего лишь один год. Я офигительный музыкант. Ребята, тут тоже надо немножко пояснить. Дело в том, что я, на самом деле, искренне, считаю, каждого человека, кто занимается профессионалами заболзайки, пытается бедно как-то заработать себе на жизнь, должен до 41 года, не посадил печень, и имеет более-менее функционирующий позвоночник. Офигительный музыкант. Да, признаюсь, честно, не все осилили коллеги. Многие ли оставили бизнес? Все-таки, чтобы у нас преуспеть, просто нужна невероятная работоспособность, чудовищный талант и определенный склад ума. Но, вообще, если бы не некие повороты судьбы, я бы сейчас мог быть авиаконструктором. Дело в том, что после школы, в которой я учился в математическом классе, меня без экзамена брали в МАИ, Московский авиационный институт. И сейчас, возможно, я мог бы быть эдаким российским Илоном Маском, сконфрирующего лекарственную красивую ракету с желтым треугольным корпусом в честь своей настоящей баллашной карьеры. Хотя у меня с математикой и сейчас все в порядке. Я, например, отлично умею считать деньги, потому что у меня их мало. Я это делаю быстро. Это моя добрая фишка. Ну, как, мам? На самом деле, я могу себе позволить раз или даже два в месяц купить себе запасные струны для балла-лайки. Ну, вообще, давайте так. Ну, всем известно, сколько зарабатывает баллашник. Например, вот если вы меня спросите, сколько зарабатывают обычные среднестатистические баллашники, вот лично я вам не отвечу. Но могу сказать, что мы получаем поболее многих наших коллег по цеху. Я, конечно, не буду называть никакой инструмент. Вообще, я как бы не хотелось бы никого обидеть. В курсе, я вам и так тяжело. Ну, давайте я сразу оговорюсь. На самом деле, я с безграничной любовью отношусь и ко всем музыкантам, и ко всем инструментам, на которые они играют. Особенно народникам. Мы все с инструментом где-то с 6-7 лет, и инструмент уже, на самом деле, становится частью твоего организма. Если ты случайно заделал баллайкой по столу, где-то в глубине души у тебя в организме тоже начинает что-то болеть. Ну, а еще я мог быть дамлистом, потому что, когда мне привела бабушка в детскую музыку, в школу, я спросил мне, что это за инструмент такой звучит, девушка играет на стимете, с таким крупным корпусом, похожим на мяч, очень красиво, очень громко играет, весело. Моя бабушка не музыкант, она сказала, это была лайка. Это была лайка, она сказала. Ну, я потом уже понял, что это добро, но уже было лень что-то менять. Вообще, может, был лешником, стал за проявление. Как меня бабушка смотрел на этот путь, так я уже по нему и попрел. Но изначально родители хотели, чтобы я был и трагичным, чтобы я умел играть на гитаре, чтобы в походах я у костра очаровывал девушек своей игрой, ну и в конце концов, чтобы я не шатался по подъездам, не пил, не курил. В итоге школа как-то мне не сильно помогла с этим, на самом деле. Но, мой педагог первый сказал, что давай вот, балалайшник педагога, он говорит, ну, давай на балалайку. В конце концов, нам от балалайки до гитары там, один шаг. Ну что, смотри, 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 но на самом деле я так не научился гать на гитаре, очень быстро, равнодолжил, что там не один шаг, и потом, сказать, конкуренция там тоже была, и как-то отвлекаться уже было, не лезу. Ладно, давайте теперь я вам расскажу о балалайке. Кстати, слово балалайка я сегодня планирую произнести в 2725 раз, как вы уже поняли. Собственно, о чем еще я могу... А, нет, рано я потянулся за ним. Я еще пока расскажу. Да, судьба балалайки непроста. В свое время, в 1648 году, наш царь, Алексей Михайлович, издал указ. Ну, зачесался, непонятно почему. издал указ, по которому нужно было собрать все русские инструменты, балалайки, дом, грудки, волынки и все остальное, свести на Москву в реку и сжечь. Да. Объясняем почему. Потому что... Потому что народ... Почему? А вот почему. Я сейчас скажу почему. Потому что народ не любил... Пристал работать. Он любил завекаться. Забывал о церкви. И, ну, знаете, как вот... Как только люди, начиная слушать балайшника, они забывали про все, начали много с удовольствием бить, есть, ни о чем другом, большим думать, но как у нас сейчас примерно не происходит. И... Не смешно. кто поговорил, уже все-таки уже сидано и выпида. Ну, да ладно. Это ваши условия. Но, как-то у нас на Руси все бывает. К этому обнести все спустя рукава. То есть, через петь колоду в итоге вопрос этот не докрутили и теперь обалывает. что-то. А теперь сам инструмент. Давайте на него посмотрим. Ну, так как бы как будто вы не видели. Давайте вот я вот так. Начнем вот сверху. Итак, вот, смотрим сюда. Этот человек называется головка. Для тех, кому не нравится название, есть такой вариант лопатка. В своей жизни я как бы ну, решил, что буду назвать это голова. Ну, как бы золотая середина. Сюда коллекется струна и в общем ничего особенного. Давайте пойдем сразу дальше. Это называется гриф. Вот это все. Тут мы зажимаем струны, тут целая физика. Мы укорачиваем струны, вот такая длина и все выше получается звук. Тоже ничего интересного, во многих струнных инструментах эта штука встречается часто. А сейчас смотрим дальше. Ребята, вот сюда. Вау! Или, как говорит, мой друг Гриша Маркова. Ребята, корпус треугольный. Вы где-нибудь еще видели такое? Нет и не увидите никогда. инструменты. Вот, например, есть инструменты, похожие на мячик. Есть инструменты с грушевидной формы. Есть инструменты, похожие на стол. Опять же, не буду никого называть, чтобы никого не обиделись. есть инструменты, напоминающие женскую фигуру, китару. Есть галончель. Инструмент, напоминающие грушевскую женскую фигуру. Есть инструмент, напоминающие палочку. На конце симфонического оркестра мальчик спрашивает, допустим, а что там за инструмент? Держит девушка в руке. Он говорит, ну какая? Ну, на палочку. Пошлось. А флейта, да, бой, главный факот. Вполне себе, дубинка. Есть даже инструменты, похожие на гармошку паян и аккордеон. То есть, ну вот на это смеет, ну что похоже, ну не знаю, пирамиды хеопса, Ну так, далековато, да, древних егетян для нас. А это равновесие будет любой, не надо? Ну да, да. Вы делали, да, если мастер хороший, должен быть он на берегу. Так что, наверное, баллэйка это музыкальный символ России. С этим даже добристы не спорят. Хотя они всегда очень ревностно к этому вопросу относятся, но с этим не спорят. Вот, возьму я баллэйку в руку. Вот, в любой стороне, в любом городе, да, на любом полушарии, везде, где я пойду на улицу с инструментом, каждый из сторон млад скажет, это баллэйшник. И только в России скажут, идиот. Вы давно видели человека с баллэйки на улицу? Да даже в чехле. Или человека в национальном костюме. Для меня у нас это не принято, хотя во многих странах, тоже Японии, там, где-то, в Италии, это почетно. Уметь играть на национальный мастер-митинг. Или одеваться на заранее костюме. Это даже еще не факт, что тебя идентифицируют на улицу. Ты идешь в метро, едешь азарт и там... Гитара. Ну, какая гитара? Гитара такая здоровенная штука, с ней не в каждый самолет тебя еще и пустят. Или там девчонки какие-то. Сама ты мандолина! Ну, смотри, корпус треугольный, ну... или, знаете, очень ядкая. Балайка. Ты же мой хороший, я тебя обниму, но наконец-то Балайка узнали. Ну да ладно, расскажу вам, почему она треугольная. Я вам сейчас открою секрет. Почему Балайка треугольная? Дело в том, что у нас на Руси всегда было опасно жить. И ни какие-то министрели, или там эти турбатуры, а наш скоморок придумал объединить в одном инструменте и музыкальный инструмент, и оружие. Между прочим, вот эти углы, они очень острые, очень нереально. И если вы не получали никогда Балайки по спине или по кумполу, вы не знали более. Но существует еще Балайка контрабас, в том числе. Я вам не советую затерять контрабасистов, потому что они сами по себе здоровенные дитины. Потому что 15-килограммовые инструменты. Но там у них еще в углу пристроен здоровенный железный штык. То есть идеальное оружие для умершивления сурпостата. Придумали только раз. Так, ладно, с корпусом разобрались, теперь посмотрим на струн. Дальше. Приглядитесь, сколько вы видите струн? Три. Правильно, три. Молодцы. Хорошо. Так, а теперь, закройте глаза или... Ну, может, не закрывайте, если не так страшно после предыдущих аэра, мы тебя не застрахиваем, и все. При всей глубокой, при всем уважении. Послушайте, сколько прозучит нот, если я дерну за все три струны одновременно. Четыре. Две. Две. Две ребята. А все потому, что у нас две струны настроены одинаково, в унису. Я сам был в шоке, когда только об этом узнал. Я тоже, по-моему, прикольно, меньше проблем. Но то ли это такая изличная расточительность, вот зачем, непонятно, то ли наоборот, скукость на всякий случай. Об этом вопрос вам не ответит никто. Я думаю, что даже механический самый умный народник в мире. Не пойду скажу. Хотя, может, это есть идея, это есть, конечно, соображение, что некогда удобнее для всяких наигрышей. То есть тут ничего не зажимаешь? Вот так можно было и с двумя. То есть смысла в этом никакого нет. Вот сейчас двумя, а сейчас тремя. То есть в балалайке могло быть две струны? Ну да, например, у калмыцкой дамры две струны. И тем почетней и тем больше призывает эффект, что на двух струнах, когда на двух струнах музыканты умудрятся что-то потрясающее сыграть, что-то невообразимо красивое. Вот, например, у нас есть потрясающий метро «ГТОС» Алексей Архиповский. И он вытворяет на балалайке совершенно невомерные чудеса. И, знаете, бывает так, когда его слушаешь, вот такая зависть берет каждого слушателя в зале, который пришел на концерт, который хочет так же или хотя бы чуть-чуть близко к нему научиться играть на балалайке или какие-то звуки просто извлекать. Вообще, если бы заговорили о педагогике, я преподаю, у меня есть частные ученики, я даже по скайпу преподаю. У нас, в принципе, принято в клубе немножко рассказывать о том, чем мы занимаемся в жизни, это нормально. И вот мне недавно одна женщина написала через соцсеть, что вот у ее сына, когда он играет на балалайке, с пальца идет кровь. Это очень обидно. Но еще больше обидно, что у друга этого сына, когда он играет на балалайке, кровь не идет. И все нормально, он даже получает удовольствие. Ну, я и начал рассказывать, что про систематичность занять, про правильство, про правильную посадку и постановку. А потом я так подумал, а не знать ли это свыше, что когда ты на балалайке играешь и идет на звук крови, что может стоит завязать? Не, ну реально, когда ты играешь, то у тебя тут все в крови, и он может сразу умыть руки и дальше не продолжать. Еще про обучение. Я являюсь художественным руководителем дирижером шоу оркестра «Русские стили». И у нас есть такой номер, когда я из зала приглашаю любого желающего выйти на сцену. И я обещаю буквально за 10 секунд научить играть на балалайке и выступить прямо здесь и сейчас на сцене в сопровождении оркестра. Это очень эффектно и не очень сложно, на самом деле. Но самое приколочное, когда на сцену выходит девушка. И первое, что я говорю – добрый вечер, а второе – поставьте это между ног. Ну хорошо, если она в брюках, а если она в платье. И тут начинается. Я говорю – ну садитесь, пожалуйста. Садитесь. Ну давайте мы вам его. Ну вот надо вот сюда его тут поставить. Ну я же не могу сказать – сейчас подождите. Вот сейчас. И вот сюда. Хоп. Нет. Поэтому давайте мы тут сейчас пристроим. Но самый прикол, если она вообще в мини-юбке вышла на сцену. Тут она, если это кооператив, вечером начинает играть с новыми красками для всех. И она открывается своим коллегам с совершенно неожиданной стороны. Здесь же мы на ракурсе. Ну ладно, заговорим про девчонок. Давайте поговорим про девчонок. Я ни разу в жизни не встречал одинокого баловашника. Все баловашники. Или только начинают с кем встречаться. Или уже давно с кем-то встречаются. Или вообще… Все, женаты. Так. Ну вот, я не знаю, в чем это такая притягательная история. Это как-то из инструмента что-то пристекает. Нет. Но. Но. Это правда. Нет. Бывают редкие случаи. Редкие случаи, когда баловашника встречаются одновременно с двумя девушками. Но. Нет. Кстати, вот на моей памяти мне друзья не дадут соврать. Он был, так сказать, у меня знакомый Андрюшка. И мы когда учились в колледже, в Шнитке, мы играли в оркестре. Короче. Ему было не до романтики, потому что он был свидетелем Иеговы. И вот когда мы играли, он сказал, реально, да, он подходил и такой, типа, не хотите ли вы поговорить о Боге? Ну и вот когда мы играли в Шнитке Римского Корсакова, в опер «Снегурочка», там есть такой номер «Свет и Сила», «Бог Ярилла». И вот все нормально играет, все хорошо. И как только доходит концерт до этого момента, там хор начинает петь «Свет и Сила», «Бог Ярилла». Он берет, оставляет балалайк вот так вот и сидит просто. Вот так, видишь концерт. Ну, вот этот весь смысл. Оки каменные. Вот так. И в глазах, когда читаешь, извини, Бог Ярилла, извини, что через мои уши слышишь вот это вот. Вот этот вот ужас, непотребший нам это все Римского Корсакова. Ну, кстати, есть балалайшницы женского пола. Мы их называем балалайшницы. И это совершенно замечательные существа. Мы их очень любим и уважаем, скажу. И, собственно, они – это мы. Балалайшницы – это мы. Балалайшники – это все то же самое. У них в голове те же арканы, как балалайшины. У них те же балалайшные стремления и опасения. У них даже мозоли на тех же местах. У них даже сколиоз в ту же сторону, как и у нас. То есть, даже если представить идеальный секс балалайшники и балалайшницы, это когда они лежат вместе на спине и отдыхают. Есть еще даблистки. Кстати, всем привет даблисткам. Это наши боевые подруги. Это тоже как балалайшницы, только у них… Даблистки, да. Это тоже самое. Кстати, расскажи тогда быстро про Добру. Расскажу быстро про Добру. Добра – это то же самое, что балалайка, только добрая. Если очень просто. Ну, она более трехструнная, чем балалайка, да. Балалайка к этому миру. Так вот. Но с даблистками даже как-то интереснее. С ним не так все понятно, как с балалайшницами. Наверное, это как-то инструмент, все-таки, какое-то влияние на них воздействует. Да. Ну и Брюкс, у них нет ревности к нашим балалайшинцам. Успех, как у балалайшинцам. Тоже важно. Да. Вообще, очень удобно ухаживать за балалайшницами, за даблистками. Это очень легко. Потому что у них инструменты есть три килограмма. Очень удобно. Ничего сложного в ухаживании за ними. Намного тяжелее ухаживать за боевистками и аккордеонистами. Ухаживать за 15 килограммами за спиной. Про артисток я вообще не говорю. Это просто неподъемное дело. Ну, давайте сейчас представим играющую даблистку. Играющую даблистку. Давайте представим на глаза страстно направленных в потолок. Левая рука, значит, по гриппу быстро меняет позицию. В правой руке зажат медиатор между указателем и шапанский. Она быстро выстекает требования. И, вы знаете, к концу добрового концерта, даже у людей с самым неразвитым воображением, к концу концерта выступает испанин Аналдов. Самый кайф, когда... Чтобы голос помнишь, открою вам фотографию. Когда даблистка... А, кстати, даблисты играют не прикладывая инструмент свой к груди, а не инструмент подкладывают под грудь. И... У меня вот специальный экспорт... Сейчас вам покажу. И если даблисты выходят на концерт платья с декольте, то вечером начинают снова играть новыми красками. Я вам сейчас покажу эту фотографию, чтобы... Кстати, эту фотографию, конечно, потом поступки, наверное, девушке это передадут, но я показываю только с уважением к ее красоте. Пожалуйста. А, я ее знаю. Приветствую. Ребята, я сейчас делаю все для того, чтобы вы сходили на новом концерт. Егений продаж. Ну, да. Сделаю максимум. Ну, так вот. А мы продолжаем. Сейчас такое открою. Надеюсь... Ставьте комментарии к этому видео ваши лайки. Наши дизлайки. Потом видео еще есть? Потом будет видео, да. Я с удовольствием всегда читаю ваши комментарии. Некоторые с удовольствием удаляю. А, я думал, что даблисты видео. Не-не, это фото. Кстати, никогда не понимал, почему даблисты так бесятся, когда их инструмент путают с балалайкой. По-моему, круто, когда твой инструмент путают с балалайкой с таким прекрасным инструментом. Ахахахаха. Гвские ветра. Вот когда дом-ракуний с доброй-яune... Вот это уже обидно, потому что... Во-первых, там две страны арепты. Во-вторых, на дампле, это правильная бывшая балалайка. Хотя, не знаю, бывших баллашников не бывает, как и бывших разведчиков. Кстати, еще немного скажу. Как отличить баллашницу на улице? Вот если лето, если тепло, помрет навстречу девушка, и вот если она в мини-юмке или шерках, вы замечаете у нее на ногах, ну, как на ногах, на внутренней стороне бедра, такие две здоровенные красные полосы, это баллашница. Как в Комфиле, вот такой рубец. На самом деле, видите, какие очень острые у нас стоявы, инструменты. Если минут 10-15 позанимаешься, там, без средств защиты в виде блюд, то у тебя на ногах вот такие вот здоровенные красные полосы остаются. Ну, вот если, кстати, в районе Баррикадной или Арбатской вы встретите девушку с таким огромным синяком, под подбородком здесь, тоже не спешите осуждать ее парня. Загляните в Жаскану, если там загмунской скорости нет, это скрипачка-трудоголика. Да. Ладно. Ну, если вы спросите меня, поинтересуетесь, кого бы я выбрал? Палачницу Дамлистову в Гениске и Шепоте, я скажу, что, друзья, я свой выбор сделал. Я был этой замечательной, прекрасной девушкой, давайте поприветствуем, моя соцруга Анна. Слава Богу, она не музыкант. С вами был Дмитрий Калиня, до новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ